МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чувашия информационная программа Республика в студии Татьяна Молокова. С 1 июля в Чувашии, как и в других регионах страны, повышаются тарифы. Напомним, региональные власти могут принимать такие решения дважды в год. Однако правительство Республики установило только одну дату – 1 июля. Насколько новые тарифы отличаются от старых и как увеличится господдержка тех, кому расценки не по карману, обсуждали на еженедельном совещании у главы Чувашии? За год, который прошел с последнего повышения тарифов, много воды утекло, и холодные горячие расценки на коммунальные услуги нуждаются в корректировке. Разумеется, в пределах индексов, установленных Федеральной службой по тарифам для Чувашской Республики. Кстати, в различных муниципалитетах тарифы изменятся по-разному. Тепловая энергия с 1 января, как я сказала, осталась на уровне 100%, не выросла. С 1 июля их изменение произойдет в объеме 108,8%, то есть на уровне предельных индексов, установленных Федеральной службой, по тарифам 108,8%. Следует отметить, что в соответствии с Федеральным законом теплоснабжения установлено, что возмещение затрат на реализацию инвестиционных программ организаций, которые осуществляют регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, производится сверхустановленного предельного индекса максимально возможного изменения тарифов. И таким образом, в связи с реализацией инвестиционной программы общества с ограниченной ответственностью коммунальной технологии, индекс изменения тарифов по тепловой энергии по городу Новочебоксар составит 113,6%, по городу Чебоксары и Лапсарскому сельскому поселению Чебоксарского района 111,3%. Похожая ситуация и с оплатой других ресурсов. Как правило, с ростом тарифов автоматически увеличивается и количество получателей субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг. Глава республики подчеркнул, средства на эти цели в бюджете заложены в полном объеме. Заложено достаточно средств и практически рост у нас 120,9%. Если максимальный размер, Олег Борисович, у вас по Новочебоксарскому, допустим, 115%, максимальный, но мы понимаем, доходы в этом году они ниже будут, чем в прошлом году, и динамики рост не такой будет. И мы предполагали, расчеты прогнозно делали, когда еще принимали в конце года бюджет и увеличение тарифов, мы с запасом заложили, с учетом того, что количество семей, которые будут получать эти субсидии, увеличится в динамике к уровню 2014 года. Кроме того, в сельской местности многие работники бюджетной сферы, врачи, учителя получают субсидии на оплату ресурсов. В частности, плата за газ для них ниже. Есть и другие формы господдержки. На сегодня 312 тысяч человек получают различные меры социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг, в том числе это субсидии на ЖКУ, это в составе ежемесячных денежных выплат у нас получают федеральные и региональные льготники, это жители сельских образований муниципальных, то есть это всего получается у нас. Каждый четвертый житель получает в том или ином виде меры социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг. Глава Чуваши Михаил Игнатьев поручила руководителям и ответственным сотрудникам ведомств и муниципалитетов провести разъяснительную кампанию и довести до жителей республики всю информацию, касающуюся изменения тарифов и условий предоставления субсидий. Елена Гальперина, Сергей Рябчиков, Республика. В республике завершились весенние полевые работы, и как издавна принято у чувашского народа, после ударной работы все выходят на Акатуй. Первый праздник прошел в этом году в Урнарском районе. С окончанием Сева в Урнарцев поздравил глава Чуваши Михаил Игнатьев. Конец пастерных работ и молодцы, что придумали такой праздник. Они не то, что придумали, но, видимо, давно уже, испокон веков существует. Встали с утра и готовились к этому празднику. Думали, что весь наш район будет отдыхать. Это отдых поддержит в самых дальнейших производственных отношениях. Со временем Акатуй стал не только праздником тех, кто работает на земле. В нем принимают участие все, кто ударно трудился целый год. Есть чем гордиться и в Урнарцам. Индекс производства сельхозпродукции составил 105,2%. Почти 90% предприятий агропромышленного комплекса показали положительный финансовый результат. Такие показатели помогают развивать и социальную сферу. Должны сдать 50-квартирный жилой дом. Это по первой руке Северной. Также запланировано в этом году завершение строительства трех ферческо-акушерских пунктов. Это селе Янишево, деревня Чиршенере и деревня Ямбахтино. После 27 марта погодные условия позволили нам выполнить полностью весенние полевые работы с хорошим качеством и в основном намеченные планы мы выполнили. В Урнарском районе работают и промышленные предприятия. Их продукция востребована не только в России, но и за ее пределами. Но, конечно же, основное направление – агропромышленный комплекс. На самом деле потенциал Урнарского района достаточно высокий, ибо и мясоберерабатывающие предприятия, молочноберерабатывающие предприятия, есть промышленные предприятия, которые не только являются потенциалом для Урнарского района. Эти предприятия-производители сегодня продают свою продукцию и за пределы Российской Федерации. Это во-первых. Во-вторых, когда страны Евросоюза, американцы, предъявили нам соответствующие санкции, для сельхозтоваропроизводителей всех форм собственности появились дополнительные возможности. Вся продукция, которая выращивается на земле, она сегодня востребована. Тем более, чувашская земля экологически чистая, и те виды сельхозяйственной продукции, которые выращиваются и перерабатываются, сегодня пользуются огромным спросом. Михаил Игнатьев отметил, что Урнарский район славен богатой и интересной историей, традициями, а главное – своими людьми. Хочу поблагодарить всех земледельцев Урнарского района, всех тех, кто трудится в крупных сельскохозяйственных организациях, средних сельскохозяйственных организациях, кто сегодня, имея предпринимательскую жилку, организовывает крестьянские фермерские хозяйства, и благодарен всем тем, кто занимается прежде всего ведением личного пособного хозяйства. В Урнарскому району по программам «Социальное развитие села» и «Устойчивое развитие сельских территорий» из федерального бюджета выделено 56 миллионов рублей, из них на строительство жилья – почти 54 миллиона. 310 семей смогли улучшить свои жилищные условия. На праздники вручили очередные свидетельства о предоставлении социальной выплаты на строительство или приобретение жилья с сельской местности. У нас сегодня большой праздник. Мы получили сертификат благодаря главе республики. Спасибо большое всем. Наградили в этот день лучших работников. Анатолий Романов и Алексей Шашков стали заслуженными механизаторами Чувашской республики. А заведующая Ермошкинским сельским домом культуры Надежда Лаврентьева получила звание лучший работник муниципального учреждения культуры. И еще одна новость. В соответствии с указом главы, в этот день первые ветеранские удостоверения получили те, чей стаж соответствует новым правилам. Напомним, что теперь для мужчин необходимый стаж составляет 42 года 6 месяцев. Для женщин 37 лет и 6 месяцев. Спасибо главе администрации, главе республики. Спасибо председателю РАЙПО. Спасибо всем. Михаил Игнатьев ознакомился с гостевыми двориками сельских поселений Вурнарского района, в которых были представлены уклад жизни чувашского народа, национальная культура и национальная кухня. Праздник завершился выступлениями творческих коллективов сельских поселений и спортивными состязаниями. Татьяна Молокова, Елизавета Зайцева, Александр Петров, Республика. Находясь в Вурнарах, глава Чуваши прокомментировал завершившиеся в республике весенние полевые работы. Весенние полевые работы прошли на высоком организованном уровне, это во-первых. Во-вторых, земледелие без благословений Всевышнего сложно вести, ибо можно получить меньше прибыли. Слава Богу, дожди по республике прошли, посевы намного лучше, чем в прошлом году. И полагаю, с учетом соблюдения всех агротехнических мероприятий, это уход за посевами, химзащита, химпрополка, подготовка к уборочным работам, кормозаготовка уже началась, ответственно все подходят к выполнению поставленных задач, задача у земледельца какая, своевременно выполнить все агротехнические мероприятия, и качественно, и тогда и корма будут достаточно заготовлены для ведения животноводства, и все другие виды сельхозяйственной продукции в объеме будут выше, чем в прошлом году. По ценам сегодня сложилась благоприятная ситуация для сельхозтоваропроизводителей, и практически потребитель от качества цены будет выбирать товар, произведенный на Чувашской земле. На прошлой неделе глава республики побывала на нескольких чебоксарских предприятиях. Михаила Игнатьева интересовала, какие проблемы сейчас волнуют заводы, и как они решаются. Тему продолжит Дмитрий Ковалев. Из-за повышения курса иностранной валюты многим предприятиям пришлось отказаться от европейских комплектующих. Но на помощь заводам вовремя пришли китайские партнеры. В акционерном обществе электроприбор заказывают за рубежом микросхемы, платы и чипы. Себестоимость производимой техники здесь пока пытаются сдерживать. Особую ставку сейчас предприятие делает на инновации. В этом году на разработку современных приборов здесь намерены выделить более 20 миллионов рублей. При необходимости мы заключаем кооперативные с контрагентами договора, в которых восполняем те недостающие наши знания, умения, которые для разработки новых изделий необходимы. Прибор для измерения качества электроэнергии – новинка этого года. Разработкой уже заинтересовались на Западе. Не снижаются спросы на другие устройства. На предприятии производят универсальные табло, амперметры и индикаторы. Глава республики отметил, что эта техника будет востребована всегда. Сейчас перед их производителями открываются новые перспективы. Я, посвящая предприятия электротехнической промышленности, с каждым разом радуюсь и горжусь за те показатели наших коммерческих предприятий, которые занимаются производством востребованных качественных изделий. С учетом темы импортозамещения, они сегодня, можно сказать, на коне. Потому что они уже пять лет назад начали через свои умы, через свое конструкторское бюро идеи претверять в реальные дела. И сегодняшние изделия, которые производятся, они продаются и за пределами Российской Федерации, конкурируя мировыми компаниями. Новые рынки сбыта осваивает и этот завод. Пароконвектоматы, посудомоечные машины, газовые плиты, печи для приготовления пиццы из Чебоксар поставляют во многие регионы страны. Недавно этой техникой заинтересовались и в Республике Крым. На полуострове намерены закупать кухонные комплекты для школ. Вообще, Чебоксарский завод сейчас удачно конкурирует и западными производителями. На сегодняшний день доля импортного оборудования на российском рынке практически очень минимальна. Но с российскими компаниями, конечно, мы конкурируем в том числе. Они тоже развиваются, и это хорошо, потому что именно конкуренция – залог развития любого предприятия. Если не будет конкуренции, это будет стагнация. Основная задача предприятия – это сохранение его конкурентоспособности. Конкурентоспособность предприятия – это что? Это хорошее качество и сопоставимая цена. Глава Республики это предприятие посещал и раньше. Но за последние годы здесь была проведена модернизация цехов. Для выработки металла установили лазерные установки и специальные прессы. По-прежнему посещая заводы, глава Республики уделяет время для встречи с коллективом. На вопросы работников Михаил Игнатьев отвечал и сегодня. Особо важные проблемы будут рассмотрены в кратчайшие сроки. Медрик Ковалев и Сергей Рябчиков. Республика. Глава Чуваши Михаил Игнатьев учредил специальные гранты для студентов в государственных профессиональных образовательных организаций Республики. 10 грантов в размере 10 тысяч рублей каждый смогут получить студенты выпускных курсов, техникумов и колледжей, которые достигли определенных успехов в учебе. Чтобы получить грант, молодые специалисты должны заключить договор о последующем трудоустройстве образовательного учреждения Республики в качестве мастеров-преподавателей. Будущие педагоги будут получать грантовое вознаграждение ежемесячно в течение последнего года обучения. Как считают республиканские органы власти, реализация этого указа поможет решить кадровые проблемы в сфере среднего профессионального образования. Черная или серая зарплата. Такие названия применяются для обозначения неофициального вознаграждения за труд. К сожалению, эта цветовая градация прочно вошла в нашу жизнь. Бороться с подобного рода отклонениями призваны налоговые органы. Заработная плата для соискателей служит важным критерием при выборе рабочего места, а для работодателя является самой расходной частью бюджета предприятия. Практически каждый третий руководитель в стране применяет разные схемы оптимизации, чтобы уменьшить налоговое время. Чаще всего эти схемы носят незаконный характер. Стремление оптимизировать расходы окрашивают зарплаты работников в белый, черный или серый цвет. Например, мышиный цвет приписывают выплатам, которые состоят из двух частей. Это что-то среднее между легальными расчетами и деньгами в конверте. Работники, получающие серую зарплату, так называемую в конвертах, не могут претендовать на получение государственной поддержки в виде налоговых вычетов. Это значит, не могут получать налоговые вычеты за понесенные расходы на строительство квартиры, жилого дома, за обучение как со своей, так и детей, на лечение, на приобретение медикаментов и на уплаченные суммы страховых взносов. В результате сегодняшнего рейда выявлены факты неудержания и неперечисления в бюджет налога на доходы физических лиц работодателями зарплаты своих наемных работников. Все факты неполной уплаты налога на доходы физических лиц задокументированы, зафиксированы. И соответствующих работодателей ждет разбирательство комиссии по легализации налоговой базы, налоговой инспекции. Такие проверки проводятся регулярно. С начала года инспекция провела более 100 рейдов, в ходе которых выявлено 58 налоговых агентов, которые нарушили действующее законодательство. Пришла сегодня проверка. Мы не выписали квитанцию на челку. Впоследующие не выписали тех, потому что мы торопились, уходя по нашей ошибке. Впоследующие очень сожалеем, что так произошло. Впоследующие мы справимся обязательно. Будем описывать квитанции и относиться повнимательнее к своей работе. По итогам работы налоговых органов на сегодняшний день с 39 работниками заключены трудовые договора. 8 работодателей погасили задолженность по НДФЛ в сумме почти 140 тысяч рублей. Юлия Важенина, Нина Куропаткина, Олег Кикимов, Республика. Лентинформагентство по всей стране пестрят заголовками о том, что маленькие дети выпадают из окон. Оставшись без присмотра, малыши подходят к окну и из любопытства, и уже через секунду случается беда. Следователи возбуждают уголовные дела и наказывают родителей, которые допустили подобное. Что сделать, чтобы этого не случилось? Смотрите далее. Окна в квартирах – серьезный источник опасности для маленьких непосед. Дети слишком любопытные и слишком неопытные, чтобы оценивать риски. На данный момент на рынке множество устройств защиты от самых простых до достаточно сложных. Расскажем о самых распространенных блокираторах окон. В комплекте с этим идут саморезы для установки, графитовый наконечник для отметок, ключ, чтобы закрыть окно на замок. Одна часть блокиратора крепится непосредственно к окну, ответная – к раме. Закрыв ключом, мы теперь не можем открыть эту створку на распашку. Мы можем только откинуть на проветривание. Все. Теперь мы обезопасили себя и своих детей. Открыв замок обратно, мы точно так же пользуемся створкой. Эти небольшие детали могут спасти жизнь ребенку. Стоит ли раздумывать, ставить блокиратора на окна или нет, когда речь идет о безопасности ребенка. Тем более, что стоит эта безопасность всего несколько сотен рублей. Если в прошлом году были единичные случаи заказа блокираторов окон, то в этом каждое четвертое-пятое окно идет с запирающими устройствами, говорят менеджеры одной из фирм, производящей окна. Мои коллеги, родители шестилетней Даши Шоклевой, блокиратора установили вместе с новыми окнами, когда дочка еще толком ходить не умела. Так сказать, на вырост. Окошко не открывается, Настя, потому что его закрыли на ключ, а ключ спрятали. Чаще всего люди оставляют окно открытым, когда они сами дома с ребенком. Но это не спасает. В большинстве случаев в квартире находились даже не по одному взрослому. Однако ребятам хватило нескольких минут, чтобы влезть на подоконник. Москитная сетка создает у малыша иллюзию заграждения, но она не способна выдержать даже такой маленький вес. Если же окно с блокиратором, родителям не требуется постоянно держать свое чадо в поле зрения. Спокойно совершенно, когда ребенок один в комнате, зная, что никто без тебя окно открыть не сможет, и все хорошо. Окно открывается только в режим проветривания, на распашку не открывается. И открывается только взрослыми при помощи вот такого специального ключа. Думать, прежде всего, о безопасности детей и на все возможные окна, которые могут быть только в квартире, которые могут открываться детьми, на кухне, спальне, на балконе, мне кажется, должны обязательно стоять такие вот блокираторы. Поставить блокираторы можно не только на новые окна, но и на старые. Причем не обязательно искать фирму-изготовителя. Можно обратиться в ту, что ближе. Установка блокиратора займет 5 минут. И не забудьте спрятать ключи в недоступное для детей место. Как это сделал Андрей. Татьяна Трофимова, Андрей Шоклев, Алексей Сусликов, Республика. На стадионе лицея номер 4 началось строительство нового стадиона. Он будет соответствовать всем европейским стандартам. Завершить строительство планируют к новому учебному году. Лицея номер 4 25 лет. Столько же было и старому стадиону. В следующем учебном году ученики будут заниматься физкультурой и спортом уже на новом. Данный плоскостной спортивный объект включает в себя спортивное ядро с беговой дорожкой на 200 метров. Две модифицированные площадки. Одна площадка воркаута. Другая площадка уличных тренажеров, которые будут находиться по краям стадиона. Затем будет универсальная игровая площадка, которая будет предназначена для игр в волейбол, баскетбол, большой теннис. Будет футбольное поле с искусственным газоном. Стадион лицея номер 4 первый, который строится в Чебоксарах в рамках партийного проекта «Детский спорт». У нас высокие образовательные результаты. Есть стабильные достижения в области спорта. Вот сзади меня занимаются ребятишки, которые, например, в этом году заняли первое место в Зорнице и в Орленке. И едут защищать честь города на республиканские соревнования. Нормы ГТО и все проекты, которые связаны со спортом, российского, регионального, городского уровня. Мы активные участники их. Стоимость строительства более 30 миллионов рублей. Сейчас подрядчики готовят площадку под искусственное покрытие. Затем будут монтироваться тренажеры и мачты освещения. Татьяна Молокова, Сергей Репчиков, Республика. А выпускники российских школ продолжают сдавать единый госэкзамен. Так, сегодня 11-классники пишут тесты по обществознанию. Между тем, стали известны результаты экзаменов по некоторым другим предметам. И еще одна хорошая новость в Чувашии появились первые стобальники. Еще 25 мая выпускники начали сдавать экзамены по выбору. Географию в этом году выбрали 163 человека. Один заданиями не справился, и один из выпускников набрал максимальные 100 баллов. Литературу решили сдавать 194 человека. По этому предмету четверо получили оценку 2, двоих ударили с экзамена за использование шпаргалок и сотовых телефонов, а двое набрали по 100 баллов. В прошлом году максимальное количество баллов по литературе набрал 21 человек. Межрегиональный форум Молгород всегда насыщен яркими событиями. Одно из них – традиционный летний кубок КВН Чуваши. В этом году за звание лучших юмористов боролись не только чувашские студенты, но и команды из Москвы и Казани. Третий год подряд на базе Молгорода проходит летний кубок. Из года в год уровень игры клубов веселых и находчивых заметно растет. Доказательство тому – выход в полуфинал Лиги Москвы и Подмосковья команды КВН Чуваши. В этом году на Молгород они приехали уже не в качестве участников, а как почетные гости. Очень было прикольно приезжать, когда ты чуть-чуть выиграл, и как-то это хорошо, потому что это очень сложная лига, Лига Москвы и Подмосковья. Там очень сильные команды играют, и они потом по-любому обычно попадают в телевизор. Надеюсь, у нас так же будет. Все больше молодежи уходит в ряды КВНчиков. В этом году площадка кинотеатра «Сейспель» станет главным штабом клуба веселых и находчивых. Стремится повысить свой уровень и межрегиональная лига столица. Это талантливая молодежь, которая остается в Чебоксарах, которая видит перспективы здесь, развития. И она готова работать на республику, на город наш, на его развитие и продвижение. Это очень здорово. Они видят перспективу, как говорится, в своем доме. По итогам двух конкурсов кубок выиграла казанская команда «Дабстеп». Второе место разделили сборная ЧГУ и сборно-съемной квартиры города Казань. На третьей позиции – казанский «Эпатаж» и сборная Чебоксарского кооперативного института. Призеры летнего кубка поделились своими впечатлениями. Атмосфера такая, знаете, расслабленная, все так спокойно, умиротворенно, все подготовлены. Чувствуется энергетика, юмора, прямо здесь царит все так весело. Лично мне очень понравилась база, на которой все это происходит. Она действительно, я считаю, хорошего уровня. Анастасия Лангина, Олег Якимов, Республика. Гидромедцентр России присвоил Чуваший желтый уровень опасности. Это означает, что погодные условия потенциально опасны. Во второй половине дня ожидаются порывы западного ветра до 18 метров в секунду. Возможны повреждения линии электропередачи, аварий на трансформаторных подстанциях, обрушение слабо укрепленных конструкций зданий и сооружений, рекламных щитов, падения деревьев. В целях безопасности закройте окна. Находясь на улице, обходите шаткие строения, дома с неустойчивой кровлей и рекламные щиты. Такую информацию предоставил автор проекта «Погода в Чувашии» Владимир Михайлов. Это все, о чем мы успели рассказать вам к этому часу. Увидимся в эфире национального телевидения «Чувашия». До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова